В эфире «Вести утро» Карачаева, Черкесия. Я вас всех приветствую. Музыкант Владимир Котляренко поднялся на Эльбрус. С собой он взял не товарищей, а свой музыкальный инструмент – тубу, вес которой составляет 16 килограммов. На высоте более 4000 метров он исполнил музыкальное произведение. И сегодня Владимир – гость нашей программы. С ним встретилась Белла Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Володя. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время. Я сегодня пришел к нам в гости. Повод для нашей встречи такой интересный. Дело в том, что ты со своим духовым инструментом, мне кажется, ты единственный на Северном Кавказе, может быть, даже в России, человек, который со своим духовым инструментом музыкальным поднялся на Эльбрус. Ну, я знаю, что вы до самого пика не дошли, но 4000 метров над уровнем моря, по-моему, вы одолели. 4330. Да, и ты там сыграл на своем инструменте. Да. Мне интересно знать, откуда эта идея взялась, как все это происходило. Расскажи, пожалуйста. Ну, идея появилась достаточно давно, года два, наверное, назад. Я просто очень люблю ходить в горы и играть на тубе. В принципе, две вещи, которые у меня получаются. Вот. И как-то просто в горах я, сидя вечером у палатки, у костра, подумал, как хорошо бы было сейчас на тубе поиграть. Вот. И вот как-то эта мысль меня, так сказать, заразила. Я долго с ней боролся, думал, как что сделать. И потом в какой-то момент я просто открываю гугл и вижу, что какой-то американский тубист, совершенно бессовестный, взял американскую тубу, а у них тубы вот такие. Маленькие. Маленькие. Не наши, а вот такие вот. И с ней поднялся на Кельманджаро. Вот. И он там с этой тубой стоит, горд, доволен собой. Вот. Я подумал, а чем я хуже? Да. Вот. И, ну, на Кельманджаро далеко, жарко, малярия. Все. Тут есть Эльбрус. Тут есть Эльбрус, чем хуже, даже лучше гораздо. Вот. И в какой-то момент я просто взял тубу и поднялся на 4,330. Я поднялся вначале на 4 тысячи метров. И потом я подумал. И внезапно у меня в голове что-то щелкнуло. Я думаю, если я пройду еще 330 метров, то это будет 4,33. А есть такое известное произведение у Джона Кейджа, американского композитора, авангардиста. Называется 4,33. Произведение заключается в том, что абсолютно любой состав музыкантов, это может быть пианино, может быть флейта, может быть целый оркестр симфонический. Такие люди берут инструменты, садятся и 4 минуты 33 секунды они просто молча сидят. Суть была в том, что Кейдж это подразумевает как, а давайте не музыканты будут для слушателей что-то делать, а слушатели будут что-то делать для музыкантов. Ух ты, как интересно. Да, и собственно сам слушатель становится музыкантом. То есть все звуки, которые происходят в этот момент, то есть это слушание тишины, да, это и есть музыка. А я поднимусь еще на 330 метров, и помимо того, что я хотел сыграть, я еще просто посижу 4 минуты 30 секунд с тубой, и будет сразу два произведения мною сыграно. То есть получается такая дань авангарду и дань традициям. А первое произведение я собственно сыграл Сипак, черкесская народная песня. Твой инструмент, он туба, не труба. Труба без буквы R. И он достаточно такой громоздкий, тяжелый инструмент. Насколько тяжело было тебе подниматься? Вы знаете, с чехлом 16 килограмм он весит. Без чехла, ну, наверное, 10, может быть, 12. В любом случае это очень интересно. Володя, я хочу попросить тебя вот на этом интересном инструменте что-нибудь сыграть. Ну, можно сыграть мелодию. Например, допустим, здесь можно сыграть как раз по поводу, исходя из темы нашей встречи, можно сыграть про Эльбрус кусочек песни. То есть туба инструмент и мелодический, и такой ударный шум. Володя, браво! Спасибо. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Я желаю тебе новых идей, творческих успехов. Спасибо большое. Спасибо, что был гостем нашей программы. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо. Этот эфир завершен. Через несколько минут выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 вместе с Аллой Динаевой смотрите Вести. Удачного продолжения дня и до новых встреч.